Зинь, ну давай, где ты ходишь? Эх, значит, смотри, Жека, медаль надо обмыть. Это традиция такая. Так что пей. Пей, Жек, ты сегодня заслужила. Нет, нет. У тебя сегодня двойной праздник. И день рождения, и первая победа. Женечка, мы тебя поздравляем. Ты наша радость, ты наша гордость, Женечка. Гордость. Надеюсь, не последняя. Да, точно не последняя, Федор Степанович. Это, это начало. Я думаю, что в следующем году будем сдавать на первое юношеские. Ну, подождите, а не рановато ли? Зинь, ну… В самый раз. Давайте. За тебя, Женечка. А я говорил, говорил, будет чемпионка, а? Спасибо, Олежа. Насталил на путь истинный. А то ведь ни в какую не хотел. Все из-под ремня. Да ремнем можно только всю охоту отбить. Она девочка способная, у нее реакция, как у хамелеона. Хоп! О, молодец. Как у ящерицы, что ли? Ну, понимаешь, они с виду такие спокойные. Вальяжные. А попробуй ее поймать. Хвост только в руках и останется. Вот. Вот. Я ж кое-что тебе принес. Сейчас. Федя. Ну что? Ну, притормози. Вот. Держи. Бери, бери. Это моя первая. Счастливая. Я с ней всегда выигрывал. Какая красота. Я думаю, что и сосед дрель вернет, наконец-то. И ночью можно ходить, никого не бояться, да? Ну, ну, покажи, Жека. А? Молодец. Нравится? Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Я стараюсь. Ольга Викторовна, когда горячее это давайте? Минут через пятнадцать. Хорошо. Кирюша, Кирюша. А, так. А давай откроем? Нет, я хочу сама. О, ну что, я думаю, настало время для нашего подарка, для главной принцессы этого дома. Ура! Поздравляем! С днём рождения, Садишка. Ну что, Анечка, открывай. Тебе нравится? Ну а чего? Вообще-то, она собаку хотела. Вообще-то, Вадик, вот когда у тебя будет день рождения, вот тогда и будешь заказывать себе подарки. Плохая затея была. Надо было собаку лучше купить. Да какую собаку? Она портит в доме всё. Солнышко, ну не расстраивайся. Ты собаку хочешь? Ну, значит, купим тебе собаку. За прекрасную хозяйку этого дома. Спасибо. Федь. Зина, ну чего ты начинаешь, а? День рождения, всё-таки. Детский день рождения, а не твоя попойка. Женечка, солнышко, а давай спать. Давай. Для тебя, Жек. Всё для тебя. Ты же знаешь, всё для тебя. Да. Проводите. Проходите, пожалуйста. Да, проходите. Всего доброго. До свидания. Папа, быстрее, папа. Тихо, тихо, тихо. Что случилось? Ты почему не упасть в кредит? А, ну, значит, что бы я рекомендовала тебе по этому поводу? А что случилось? Ты почему не спишь? Папа, я видела, как они целовались. Кто? Мы с Игорем? Да тебе показалось, наверное. Ты устала? Ладно, я, наверное, пойду. О работе поговорим попозже, да? Да, спасибо вам большое за приглашение, Кирилл Алексеевич. Ваш последний проект просто бомба. Спасибо. До свидания. Игорь, я на почту тебе референс. А, да-да-да. Да, счастливо. Оля, как тебе не стыдно? Припосторонних устраивает такой цирк. Папа, она врет. Не слушай ее. Алиночка, я в последнее время замечаю, что ты постоянно бежаешь с тетей Олью. Ну, это очень нехорошо. Это некрасиво, это непорядочно. Ну что ж, я так понимаю, на самом деле, мне здесь делать больше нечего. Я сделала все, что могла. Я устроила такой праздник. Столько подарков. А что я получаю в ответ? Ложь. Слежки. Нет, я так, я так жить не смогу. Я думала, что мы одна семья. Папа, она тебе врет. Она все врет. Марш в постель. Кирилл Алексеевич, ну так же нельзя. Ольга Викторовна, она тоже иногда бывает не права. Да? Да что вы такое говорите? Так вот, кто у нас тут играет в головную скрипку. А я-то думаю. А я зря на ребенка, получается, Гришева. Вот зачем вы настраиваете Алечку постоянно против меня, а? Это неправда. Я не настраиваю. Кирюша, ты должен выбрать. Или я, или она. Кирилл Алексеевич. Попробуй. Я шлюха. Поздравляю. Поздравляю. Не нужно, не нормально, не надо. Поздравляю. 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 А че? Давай. Действительно, столько лет стараний, трудов, успехов, правильно. Все к этому под хвост. На металлолом понесем, а? Так, он поставил это назад. Зря я ж только корячился, а? Феденька, ну чего ты заводишься? У Женечки сегодня день рождения. День рождения? Так может, мне ей еще ножки поклонить за то, что она здесь выпендривается? Я здоровье потерял. Я работу из-за нее потерял. Ну, ну, при чем здесь она? Ну, если бы ты меньше пил, не было бы той аварии. Ты что, меня уфрекать сейчас будешь, а? Да я эти драные тачки день и ночь ремонтировал, чтобы она, чтобы она человеком стала, чтобы она в люди выбилась, а она художник. Какого черта? Я ведь думал, она в физкультурный поступает, а она в академию решила. Кто тебя возьмет с этой мазней-то, а? Главное, так врать родителям. Я не врала. Я ходила на курсы, которые сама оплачивала. Что? Ну, Феденька, ну, она с детства любила рисовать, помнишь? Ну, не поступила она в этом году. Поступит в следующем, да? Да куда она, блин, поступит? Она спорт предала, там не любят таких. Вон Олег за границей. Он награды получает. И процветает. И ты бы могла. Ты бы лучше могла. Я сделала все, что ты хотел. Это же ты меня в спорт отдал. На, 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 на. Поставь у себя, любуйся. Я хочу распоряжаться своей жизнью сама. И в художественную академию я все равно поступлю. А если тебя что-то не устраивает, нужно было второго ребенка рожать. Он бы оправдал твои ожидания. Женечка. Женечка, ну, может, папа прав, но зачем тебе эти художества? Мам, понимаешь, я должна была попробовать. Это же моя жизнь. Все эти победы, они для вас, для него. Устала я. Мамуль, ты не переживай, пожалуйста. На работу я устроилась. Поработаю годик. А потом посмотрим. На шее у вас сидеть не буду. Ой. Взрослая стала. Ладно, побегу я. Давай. У меня же первый рабочий день. Ой, ты серьезно. Папа, я с тобой. Только папе не говори. С днем рождения, доченька. Детка, ты моя хорошая, рано ты сегодня. Проходи, проходи, моя хорошая. Да я решила перед парами забежать, а то потом времени не будет. Мы сегодня вечерний город рисуем, а я тарелочку возьму, можно, да? Да, конечно. Слушай, ну что ты все время столько мне таскаешь всего? Да мне всего хватает. Ну зачем ты тратишься? Ага, конечно. Я что, не знаю, ты на нас полжизни проработала, а сейчас вон подъезды моешь. А ведь могла найти работу получше. Я что, не знаю? Нет, не могла. Я с вами в семье жила. В родной семье. Ну хорошо, спасибо тебе. Знаешь что? Я приготовлю что-то вкусненькое. А ты после своего пленера со своими друзьями придешь, и я вас хорошенько накормлю. Тут же на целый полк хватит. Ну, это же здорово. Спасибо тебе огромное. Моя девочка, а что там у тебя дома? Ты давно ничего не рассказывала. Все в порядке? Как папа? У папы сердце, давление, подозрение на диабет. За эту неделю уже два заказа слетело. На работе. Он переживает из-за этого. А, мачеха. Ольга. Угу. Ну, а что с ней сделается? Я стараюсь ей меньше на глаза попадаться. Отец ее любит, а она… А мне уже все равно. Лишь бы он счастлив был. Это сегодняшние газеты. Посмотрите. Общественность требует… Что? Прекратить застройку? Спорткомплекса Ольшанского под угрозой. Англичане разрывают контракт. Как же так, Кирилл Алексеевич? Мы же вчера все подписали. Да, мы подписали. И никакой застройки нет и в помине. А тем более мнение общественности. Мне сейчас звонили мои партнеры. Конфиденциальность нарушена. Вот, полюбуйтесь. У нас проект еще не закончен, а тут указаны уже все недоработки. Вы понимаете, что происходит утечка информации? Ну, как же так? А я не знаю, как так! Как так? От проекта мы отстранены. Буду разбираться. Это все, что я хотел сказать. Свободны все! Кирюш, пожалуйста, ты только не… Да ладно, чего? Мы же не на «Титанике». Да бог с ними, с этими англичанами. Я за тебя боюсь. Ты слишком нервничаешь. Давай уедем в отпуск, отдохнешь. А вот тогда и точно будет для всех «Титаник». Нет, если упал, надо подниматься. Ты знаешь, как говорится, что для одного ошибка, для другого исходные данные. Так вот и начнем с этих. С исходных. Так, подожди, подожди. Давай-ка, знаешь, таблеточку выпьем. Давай. Выпьем. И начнем. Да? Какой же ты у меня сильный, умный, самый-самый лучший. Прорвемся, да? Только упрямый ты. Девушка. Простите, вот так встреча. А я думаю, вы не вы. Минуточку. Пожалуйста. Зачем? Пожалуйста, для меня это очень важно. Вы для меня звезда. Я, как вас увидел, забыть не могу. Как вы двигаетесь, какой напор, какая реакция. А где это вы меня видели? Ну как же, по телевизору. Вы тогда победили. Кого я победила? Ну как же, на соревнованиях. Я не соревнуюсь. Простите, мне пора. Подождите, пожалуйста, я понимаю, но автограф. Странная у вас манера знакомиться. Но вы учтите, я звездой еще не стала. Может, через лет десять. Спасибо. Всего хорошего. Ольшанская? Ольшанская? Замуж, что ли, вышла? Жаль. Так, дорогуша, вот эти отсортировать, привести в порядок, к вечеру продаж. Вот эти розовые, все наперед, самый дешевый товар, ходовой, быстро продается, ширпотреб. Так, гвоздички перебери, добавь аспиринчика. И ты, дорогуша, почитай что-нибудь о цветочках. Товар специфический, скоропортящийся, понимаешь? А где найти информацию? В энциклопедии. В интернете, конечно же. Давай, занимайся, работай. И смотри, чтобы остатка была не более десяти процентов. А то я с тебя сниму. Поняла? Да тут уже одна треть товара уставшая. Людей обманывать, что ли? Девочка моя, как ты хотела? Это бизнес! Вечером я приду кассу снимать, посмотрим во сколько тебе твоя доброта обойдется. Дорогая моя, работай, учись, понимаешь? И улыбайся. Вечером зайду. А кто говорил, что будет легко? Ты сильная, Женя. Справишься и с этим. Здравствуйте. 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 Да, извините. Да. Привет, Игореша. Можешь начинать действовать. Увидимся, как договаривались. Хорошо. Целую. Ну что, дорогие друзья, у нас появился новый заказчик. Что же мне с вами делать? Надувательство какое-то. Да. Алло. Зинаида Валерьевна. Не фея, правильно? Ух ты. Да, спасибо. Я нашел, да. Да ладно. Ой-ой-ой-ой-ой. Есть кто? Продавец. 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 Я беру букет и ухожу. И не плачу. Здравствуйте. Здравствуйте. Женька. Какая ты, какая ты стала? А вы же за границей. Был. Был за границей, вернулся. Контракт закончился. Да, вот приехал на родину восстановить все свои связи. А ты здесь как? Ты тоже, наверное, за цветами, да? Вы продавца спрашивали? Вот он. Да ладно. А как же институт физкультуры? Тебя же брали туда без экзаменов. За все твои заслуги. Да какие заслуги? Было и прошло. Так, давай-ка ты мне расскажешь, как ты оказалась в этой оранжерее. Не нужно меня жалеть. Я не собираюсь тебя жалеть. Просто расскажи, как старому другу. В физкультурной я не поступила, потому что я захотела учиться в художественной академии. А чего вы смеетесь? Я не смеюсь. Просто странно это. А чего странного? Я рисовать любила, я ходила на курсы. Ну, просто я не поступила. По конкурсу не прошла. А спорт, ну вы же сами знаете, это прихоть отца, не мое это. Людей колоть. Да? Так ты в детстве говорила? Да. Понятно. Но это меня рядом не было. Ты же могла стать отличным тренером. Я уж не говорю о том, что могла выступать. Видать, придется мне заняться твоим перевоспитанием. Участь у меня такая тренерская. Какая еще участь? Вы за цветами пришли? Вот какой вам букет подобрать? По какому случаю? По случаю дня рождения. У девушки. Прекрасной девушке день рождения. Вот. Розы. Очень хорошие. Хорошие, да? Свежие. Тебе нравится? Я вообще больше ромашки люблю. Ромашки? Тогда, наверное, вот этот букет. Нравится? Да. Хорошо. Тогда я его возьму. Отлично. У вас карточка. Можно рассчитаться? Конечно. Отлично. Держи. Карточка. Букет. Спасибо. Это тебе. Мне? День рождения. У тебя? А ты совсем забыла? Да. Забыла. Я ж сказал, я приехал восстанавливать старые связи. А тут день рождения, да еще лучше ученицы. Замоталась я. Но мы не празднуем. Отец скандал закатил. Ну, тогда... Тогда я вечером приглашаю тебя в спортзал. Устроим мини-турнирчиком двоих. Тянет же, наверное, да? Ну, не то, чтобы тянет. Да ладно. Ну, что ты теряешь? Разве что... Ну, форму, наверное. С формой у меня все в порядке. Ну и отлично. Тогда я заеду. И рапиру не забыть. И на ты. Помнишь? Ты уже выросла? Выросла? Рапиру не забудь. До вечера. До вечера. Ну давай, покажи, что умеешь. Сейчас увидишь. А ты как думал? Вот, молодец. Давай еще раз. Вот так. А так. Ну, ну. Давай смелее. Ух ты. Давай активней. Это тебе не цветы продавать. Ну. Ну. Ну что, хочешь сказать, что не соскучилась за всем этим? Лучше в цветочном торговать? Ну. Да не в жизнь не поверил. Ладно, хватит дурью маяться. Давай так. Пристрою тебя сюда вторым тренером. На год. Ну, а там дальше видно будет. Договорились? Договорились. Ну, отлично. Держи. Ну, удачи. И вам не хворать. Да, любимый. Что тебе приготовить на ужин? Угу. Хорошо. Ты на работе. Не задерживайся. Я еще съезжу по делам и скоро буду дома. А? Давление мерил? Мерить надо в течение дня. Все. Пока-пока. Ух ты. Прости меня, пожалуйста, я сегодня долго не могу. Как-то на душе неспокойно и день тревожный. Ты стала заботливой женой. Не иронизируй, пожалуйста. Ты с инвесторами говорил? Да. Ошибки учел? Да. Молодец. А почему отвечаешь, как на экзамене? Мне кажется, эта игра затянулась. Игра? Вот как ты это называешь. Ну, спасибо. Поддержал. Я не то хотел сказать. Я готов тебя во всем поддерживать. Ну, сколько можно. Я люблю тебя. Я люблю тебя с первого курса. И ты прекрасно об этом знаешь. Сейчас, когда у нас есть фирма, нужно что-то решать. Так дальше продолжаться не может. Мне надоело врать. А тебе? А в чем я вру? Да, я обманываю его. А в чем я вру тебе? Может быть, я ошиблась. Да. Но поверь, моя жизнь совсем не то, что бы мне хотелось. Поэтому еще немного. Немного? Это сколько? Год? Два? Пять? Я люблю тебя. Но мне уже не двадцать лет. Я устал. Подожди. А что ты хочешь сказать? Ты что, меня бросаешь? Ты меня? В тот момент, когда все стало налаживаться в нашу пользу? Так, а что у нас налаживается? Мы просто воруем проекты. Нет, дорогой. Мы не воруем. Я беру свое. Я потратила на это дело не один год. Мне нужно забрать свое и уйти. Уйти к тебе. Так, как я и обещала. Поэтому, пожалуйста, не раскисай раньше времени. Я тебе не верю. Я хочу тебе поверить, но не могу. Тебя эта игра затягивает. Извини, но я пас. Ты меня бросаешь? В таком положении? В каком? Я беременна. Этот ребенок твой. Но, похоже, это уже не важно. Подожди. Так ведь это все решает. Мы сейчас же отсюда едем ко мне. И хватит мучить друг друга. Нам ничего ни от кого не нужно. Нет. Нужно. Мне нужна фирма Альшанского. Его капитал, его клиенты. И не тайна, а явно. Я хочу, чтобы эта выскочка ничего не получила в наследство. Хватит меня унижений. Я обещаю. Месяц. Месяц, не год. Я клянусь, я все устрою. Ты так говоришь, как будто бы он умер. Какое еще наследство? Все. Или ничего. Ты сумасшедшая. Ладно, хорошо. Месяц. А как ты собираешься это все забрать? У него же дочь. Есть у меня одна зацепочка. Просто я о ней совсем забыла. М? Ты сумасшедшая. Хорошо. Хорошо. Окей. Ну что, прервемся на кофе-брейк? Ну что, на кофе-брейк? Мне нужно с тобой кое о чем поговорить. Ну так там поговорим. Нет. Мне нужно поговорить с тобой наедине. Пойдем. Присесть. Присядь. Я хочу тебя кое о чем попросить. Мы же с тобой друзья с детства. Если ты о предложении руки и сердца, то я согласен. Серьезно. Я тоже. То, о чем я тебя попрошу, это отвратительно. Ну-ну, интересно. Короче, мне нужно, чтобы ты кое-что для меня пофоткал. Конкретней. Кое-что это, не знаю, портреты, натура, ню, порнушка. Как получится. Мне нужно, чтобы ты пофоткал мою мачеху. Круто. А Ольга Викторовна об этом знает? Нет, ты не понял. Вадим, ты мой самый близкий друг. Ты в курсе всей ситуации. Так достала? Да дело не во мне, а в отце. Я давно замечаю, она ему врет. Хорошо, в их отношения я не лезу, но у него последнее время проблемы на работе. У меня есть подозрение, что это Ольга, но у меня нет доказательств. А вот если бы ты за ней проследил, пофоткал, у тебя фотик классный. Ну да, Ольга Викторовна та еще стерва, но… Ну… Хорошо, ладно, забудьте, сама со всем исправлюсь. Подожди. Я сказал «но», но не сказал «нет». Я пофоткаю для тебя, у меня есть и фотик классный, и объектив новый. Побуду сыщиком ради тебя. Спасибо тебе. А вообще-то, сыщиков и героев в губы целуют. А вообще-то, сыщиков и героев в губы целуют. Я пошла за кофем. Ну… Есть! Красавчики вы мои. Поближе, поближе, поближе! Класс. Класс-класс-класс. Да что все в один момент? Алло. Алло. Вадим, ну что? Как твои дела? Я не могу сейчас говорить. Я застукал в ресторане твою мачеху с хахалем. Ух ты. Футкай-футкай. Только чтобы они тебя не заметили. Хорошо. То и делаю. С меня причитается. Все-все-все-все. Не могу говорить. Давай-давай-давай. Давай-давай. Или это мальчик. Или я ослепла. Занят? А? Вообще-то, да. Неприятности? Угу. Проект слетел. А что? Поговорить нужно. Да завтра никак не подождет. У-у-у. А, Леночка, я… Я все понимаю. Я должен как-то тебе уделять время, внимание, но… ухожу, ты спишь. Прихожу, ты уже спишь. Все глупо это, да? Правда? Да. Правда. Я скучаю очень по тебе. Ладно. Хорошо. Давай. О чем хотел поговорить? Пап, я тебе сейчас кое-что покажу, но ты постарайся меня правильно понять. Хорошо? Заинтриговала. Так показывай. Вот. Вот. Ты из какой помойки это достала? Это что, желтая пресса постаралась? Алина, ты понимаешь, что мне без этих фотошопов проблем хватает? Пап, ты не понял. Это мои фото. Что значит, это твои фото? Ну, я их сделала. Ну, то есть, не я, не важно. Главное, что это не фотошоп. Ольга тебя обманывает. Что? Что происходит тут у вас? Чего вы кричите? Что это? Забавно. Забавно. А что? Вполне приличный фотомонтаж. Даже угол падения света подобран правильно. Ты знаешь, я бы такого специалиста к себе в отдел без испытательного срока взяла. Да. Адрес мастера не подскажешь? Или это ты сама? Урок света тень? Это неправда. Зачем ты обманываешь, папа? А кто тут обманывает? Я? Это… Это Игорь. Игорь Овсянников. Папа его прекрасно знает. Причем не один год. Он меня и подвозит, мы и обедаем иногда вместе. Что из этого? Почему ты сделала такие пошлые выводы? А вот это… Вот это… Вот это подлог. Преступление. Да, да. И любой специалист докажет, что это фотомонтаж. А я, как дизайнер, знаю это точно. Это неправда. Нет, ну подумайте. Мало того, что у отца куча своих неприятностей. Желтая пресса пишет всякую ересь. Еще ты решил его добить? Аля, тебе не стыдно? Это неправда. Пап, да Вадька за ними несколько дней бегал. Так это твой дружок постарался. Боже мой, какой позор. Нет, Кирюш, ты это слышал? Она еще посторонних людей втягивает в наши семейные дела. Вообще-то по такому поводу в полицию обращаются. Иди. Иди в полицию, пусть они выяснят. И заодно пусть выяснят, что ты информацию конкурентам сливаешь. Докажешь? И тебе тоже придется за клевету отвечать. Так, все, успокойтесь обе. Алиночка, ну зачем ты это все затеяла? Ты ж видишь, сколько у меня проблемы так. Все, не хочу ничего слышать. Иди в комнату к себе. Я говорю, уйди в комнату, пожалуйста. Ты слышал отца? Иди спать. Кирюш, ну неужели ты можешь в это поверить? Боже мой. Воды принеси мне. Где ты ее спрятал, а? Я ее все равно найду. Феденька, ты можешь потише? Женечка спит. Кто? Спит наша чемпионка? Молодцы. Все молодцы. Я пока здоровый был. Все у меня на шее сидели. А теперь, а теперь стакана воды от вас не допросишься. Ну прекрати. Где ты ее спрятал? Где? Я все равно найду. Я помню, вчера полбутылки осталось. Можешь не искать, я ее в раковину вылила. Что? Вылила? Ах ты ж гадик. Это все твое воспитание. Твое. Видишь, это не лишний. А я? Она для тебя всегда лишней была, Федя. Неправда. Бокал у вас. Пока здоровый был. Мне жизнь спрятал, теперь за нее взялся. Федя, Федя. Не надо, Федя. Ты что творишь там? Что творишь? А ну вон пошла из моего дома. Катись на все четыре стороны. Женя. Женя. Женечка. Но он же завтра проспится, он уже ледь будет. Ну не уходи, Женечка. Мамочка, ты не переживай, все будет хорошо. Женя. Давай еще. Оправдывайся, впереди. Женя. Женя, ну не уходи, пожалуйста, Женя. Да стопа! Кирюш, да успокойся ты. Она просто маленькая глупая девочка. И всегда меня к тебе ревновало и к памяти о Лере. Ну скажи мне сейчас честно. Вот эти фотографии, это что это? Правда? Как ты можешь так думать? И у меня что, есть время заниматься этими глупостями? Ты меня сейчас обижаешь. Ладно, прости меня. Алена себя странно ведет, а я понимаю, она страдает. И нужно уделять больше времени, внимания. Кирюш, тебе скоро будет кому время уделять. У нас маленький будет. Вот это новость. Правда? Правда. Что за вопрос? А почему раньше не сказала? А? Потому что времени не было. Это уж точно не монтаж. Я надеюсь, что в этот раз будет мальчик. Наследник. Что значит в этот раз? Кирюш, ты… Я… Ты знаешь, я давно хочу поговорить, только ты не нервничай, хорошо? Меня… Меня давно мучает один вопрос. Но ты помнишь, ты мне показал вот этот вот снимочек… УЗИ? Ну, Алечку. Так вот, я больше чем уверена, что… Что там был мальчик. А родилась девочка. Вот… Вот я и подумала, а как такое может быть? Ну, может быть, вам ребенка подменили? Ну, такое бывает. Врачебная ошибка или халатность. Ну, она же… Она же совсем другая. Характером не похожа ни на тебя, ни на Леру. А наш сын будет весь в тебя. Не говори глупости. А почему глупости? Я считаю, что обязательно нужно сделать генетическую экспертизу. Ты понимаешь, что тогда станет понятно, почему она себя так ведет? И… Это же дурная наследственность. Понимаешь, Кирюш? Лекарства принесем ее, пожалуйста. Да. Прости меня. Хорошо, что я успел это сказать. Пап, да ты… Ну, это ты меня прости. Что значит успел? Мы еще столько всего с тобой успеем. Поссориться, помириться. Тебе сделают шунтирование, поставят клапан. Все будет хорошо. Если это я вчерашний, то прости меня. Это я дура. Я не должна была так себя вести. Ты выздоравливай. Это самое важное. Нет, ты не дура. Я очень тебя люблю. А сейчас, пожалуйста, послушай меня. Только не перебивай. Если со мной что-то случится, все, что принадлежит мне, это твое. Ты имеешь полное право. Я ведь просил тебя не перебивать. Ольга мне сообщила, что она беременна. Я просто боюсь, что из-за вашей взаимной неприязни ты можешь остаться ни с чем. Поэтому я составлю завещание. Я просто хочу, чтоб ты об этом знала. Ты моя дочь. И ближе тебе у меня нет никого. Пап, ты не пугай меня, пожалуйста. Давай я лучше покормлю тебя. Так, а я не поняла, в чем проблема? Почему маску сняли? Сестра! Сестра! А в чем дело? Маску почему сняли? Я спрашиваю. Вы не видите больному плохо? Ольга, я… Кирюш, пожалуйста, ты только отдыхай и молчи. Тебе нельзя разговаривать. Ты что, отца доконать решила, да? Ну, молодец. Справилась. Я прошу вас, освободите, пожалуйста, палату. Больному нужен покой. Хорошо. Пап, я приду еще. Слышишь? Приду. А с тобой я сейчас поговорю. Кирюш, одну минуточку. Так, слушай меня внимательно. Чтоб своими разговорами отца не доводили. Ты меня поняла? Кирюша, ну что ж ты как маленький? Режим не соблюдаешь, м? Вот теперь все хорошо, да? Вот. И никаких подсобок. И ночлежек на вокзале тем более. Бери, у меня все равно пару дней в городе не будет, я на соревнованиях. Нет, нет. Так, никаких нет. Отказ не принимается. Отдохнешь, подумаешь, ходишь на тренировки. Отец подостынет, помиритесь. Пьет он много. После аварии уволили. Сейчас чинит машины знакомым за копейки. И во всем нас с мамой винит. Вот хоть из дома беги. Ну, вот что ты и сделала, да? Ничего. Начнешь зарабатывать, поставишь отца на ноги. Бери ключи. Правда, у меня там порядочек еще тот, ну, сама понимаешь, без женской руки. Вы уверены? Так. Ты уверен? Вот. Я уверен. Спасибо. Не за что. Учти, дорогая моя, если отец умрет, то из-за тебя. Это ты его довела. Так и знай. Умрет? Угу. Да как ты вообще, как ты можешь? Могу. Потому что ты никто. И я это еще докажу. Вот так-то, доченька. Угу. Это я. Да. Я подтверждаю свое решение. Все должно выглядеть, как самоубийство. Чисто. Это ясно? Никакого насилия. Двадцать процентов вперед. Остальное по факту. По факту. Сейчас вышлю фото. Ждите. Валюшенька, ну вот, я только из больницы иду. Там назначили разные анализы. Но уже известно, что нужно будет делать операцию. После операции могут быть осложнения. Но сейчас прости, пожалуйста. А подскажите, как проехать? Алина? Алина? Алина, что-то случилось-то? Алиночка, ты меня слышишь? Кстати! Алина! Субтитры создавал DimaTorzok